Продолжаем выпуск. Сюжет новостей ОТС стал поводом для служебной проверки надзорных органов отношения руководства Новосибирской школы номер 179. Напомню, накануне наша съемочная группа посмотрела, как работает кухня в образовательном учреждении. Продолжение истории. Смотрите далее. Кухни, неправильное хранение товаров, отсутствие маркировки на блюдах, битая посуда и насекомые. Вот лишь некоторые нарушения, зафиксированные журналистской камерой. Нет, он не сухой. Он не сухой. Это настоящий таракан. Поводом для проверки столовой в школе номер 179 стало письмо в редакцию, в котором мама ученицы Дарья Стрельникова сообщила. Ее дочь обнаружила в еде тараканов. Сначала директор говорила, это детские фантазии. Они со слов детей иногда такую информацию искаженную в виде получают. И тем не менее, вы знали об этом письме. Какие были сразу действия? Я сразу связалась со столовой. Я говорю, вот такая жалоба. Она говорит, да может быть не может. 18 августа, в 12 часов мы эвакуировали всю школу, потому что директизация проводится прям все, задымление, все капитально. Все уходит и два дня она стоит под действием этих препаратов. После доказательств оправданий не понадобились. В школу с проверкой приехали сотрудники отдела контроля организации питания и ресурсного обеспечения мэрии Новосибирска. Нарушение, то есть посудомоечная машина работала в режиме полоскания. То есть сейчас она работает во всех режимах. Повара были без колпаков. Сейчас вы все видите в колпаках. Рекомендовали провести генеральную уборку. Прям генеральную уборку, потому что полы, стены, плафоны, конечно, нужно отмывать качественнее. Сегодня в столовой чисто. Тем не менее, надзорные органы направили письмо в департамент образования мэрии Новосибирска с просьбой заменить оператора питания. Мы сейчас готовим служебную записку на имя начальника департамента. Руководитель образовательного учреждения будет вызван в мэрию. Я не берусь судить, какое решение примет начальник департамента. Но будем предлагать, в том числе, рассматривать кадровые решения в отношении персонала пищеблока и, может быть, даже смене оператора питания. Инспекторы сообщили, в ближайшее время начнут проверки и в других школах. Кто следующий, не уточняют. Александр Куршев, Константин Менин. Новости ОТС.